Всем привет! Меня зовут Григорий Дмитрий, я палеонтолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, и я веду сейчас трансляцию из Петербурга, из своей квартиры. Ну, пару слов о том, что вообще сегодня будет, что я сегодня расскажу, что я покажу. Поэтому, значит, сначала будет небольшая короткая презентация о том, вообще о методах современных палеонтологии, об одном из этих методов, как раз о томографии, о том, как палеонтологи заглядывают внутрь костей, внутрь уже вымерших животных и узнают какие-то особенности строения, особенности даже поведения. И вообще, как этот метод помогает палеонтологам. Дальше. Мы поработаем чуть-чуть тоже в программе, в которой как раз обрабатываются томограммы. Я покажу, как из плоских картинок получаются 3D-объекты, как получаются объемные уже какие-то... Да, мы сделаем 3D-модель, объемную 3D-модель когтя хищного динозавра. Мы ее извлечем из породы, сделаем 3D-модель и распечатаем на 3D-принтере. Сейчас я это покажу. Переключусь на другую камеру. Это будет... Еще раз здравствуйте. У нас будет еще вторая камера. Соответственно, вот 3D-принтер. Вот, что 3D-принтер может напечатать. Не совсем. Это другой 3D-принтер. Это печатается на другом типе 3D-принтеров. Такой принтер фотополимерный печатает такие маленькие штуки. И мы как раз будем сегодня печатать небольшой объект. Это просто для примера здесь стоит. И давайте вернемся обратно. И давайте начнем. Значит, в принципе, еще раз пару слов обо мне. Для тех, кто сейчас подключается. Я палеонтолог. Я изучаю вот таких вот животных. Это мозозавры. Или вот, пожалуйста, это тоже мозозавры. Это череп мозозавра. Практически они бывают и больше. Дюометры и крупнее. Но мы сегодня будем смотреть не мозозавров. Мы сегодня посмотрим пример по томографии на примере динозавров. Давайте начинать. Сейчас я запущу презентацию. Секунду. Небольшие задержки. Прошу прощения. Презентация называется «Рентген для динозавров». Кстати, буквально вчера я узнал, что в Перми в 2019 году проходила выставка детская рисунков, которая называлась «Динозавры на рентгене». Так что хочется вот ее упомянуть. Кто-то, кто подключился с самого начала, возможно, видели на втором мониторе, мелькали картинки. Потом оставлю ссылку. Замечательные работы. Очень мне понравились. Ну, и давайте начнем с такого простого вопроса. А зачем вообще заглядывать внутрь? Как заглянуть внутрь? Это второй вопрос. А первый вопрос – а зачем заглядывать внутрь костей? Что палеонтологу, что ученому это может дать? И в общем и целом тут все просто. Если говорить о современных животных, то мы можем наблюдать их поведение. Мы можем наблюдать, как они выглядят, какие у них есть мягкие ткани, у кого там перья, у кого какие чешуйки. Чего мы в большинстве, в 99,9% случаев с вымершими животными сказать не можем. И тут как раз нам на помощь приходят различные неинвазивные методы, ну, типа компьютерной как раз томографии, которые позволяют заглянуть внутрь костей, узнать, что же там внутри, какой объем мозга. Как выглядит внутреннее ухо, где проходят нервные каналы какие, где какие кривеносные сосуды. И в некоторых исключительных случаях можно даже рассмотреть какие-то внутренние органы. Иногда также это может нам помочь, палеонтологам, когда мы имеем дело с очень маленькими образцами. И чисто физически даже под микроскопом сложно разглядеть, что там происходит. Или же вокруг очень плотная порода. И не повредив сам образец, сам, например, какой-нибудь крохотный череп ящерицы, невозможно эту породу удалить, не повредив образец. Поэтому вот в этих вот всех случаях палеонтологам и другим тоже ученым приходит на помощь компьютерная томография. Но начнем мы немножко не с компьютерной томографии, даже не с рентгеновского изучения, а начнем мы с топографической анатомии. Ее вообще такой термин ввел Николай Иванович Пиробов еще задолго до вообще изобретения открытия рентгеновского излучения. Что делал Николай Иванович Пиробов? Он замораживал трупы людей и дальше распиливал их в разных плоскостях, в трех плоскостях. Таким образом он получал послойное изображение того, как выглядят внутренние органы. Вот снизу на картинках показан, например, мозг человеческий, колено, судя по всему, то, что я вижу. И вот получился у него такой замечательный атлас хирургической анатомии в том числе. Это такой предшественник компьютерной томографии. Грубо говоря, томограф делает примерно то же самое. Только он, разумеется, не распиливает. Проблема этого, метод этот замечательный. Но проблема его в том, что для того, чтобы, собственно, узнать, что внутри, объект нужно полностью уничтожить. И вообще даже одного объекта, скорее всего, будет недостаточно, потому что нам же нужно в трех плоскостях его разрезать. В одной плоскости мы его разрезали замечательно, объекта больше нет. Так что нам надо брать следующий объект, пилить его в другой плоскости, следующий объект, пилить его в другой плоскости. И, разумеется, это очень трудоемко. Это нужно все делать очень быстро. В общем, была масса-масса сложностей с этим методом. Однако, все поменялось в 1895 году. Сейчас тут будет маленькое, коротенькое видео. Значит, в 1895 году физик по имени Вильгельм Рентген проводил эксперименты с катодной трубкой. Это стеклянный такой контейнер, на экране его видите, в котором луч электронов зажигал флуоресцентный свет. И, значит, в какой-то момент Вильгельм закрыл его картонным футляром, и тут произошло нечто странное. Другой экран на другом конце стола вдруг засветился. Каким образом? Вильгельм не знал, то есть, каким-то образом невидимые лучи проникли сквозь картон и заставили его светиться. Вильгельм не знал, как назвать эти лучи, назвал их просто икс-лучами. А его открытие в конечном итоге принесло ему Нобелевскую премию. Теперь же нам известно, что тогда произошло. Когда высокоэнергетические потоки электронов в катодной трубке достигают расположенного внутри металлического экрана, они либо замедляются и спускают дополнительную энергию, либо выталкивают электроны из атомов, с которыми столкнулись. И, в общем-то, образуются рентгеновские лучи. Значит, у них энергия выше, чем у видимого света, но ниже, чем у гамма-излучения. Вот слева, видимый свет, справа гамма-излучение. И рентгеновские лучи достаточно мощные для того, чтобы проникать внутрь различных типов материй. И, разумеется, в первую очередь это рентгеновское излучение нашло применение в медицине, потому что возможно просветить человеческое тело, человеческие органы. Да, правда, не всегда это может быть полезно для репродуктивных органов, для этого можно одевать специальный фартук свинцовый. Но все остальные объекты, в том числе и неживые, можно прекрасно просвечивать без боязни, в том числе. Значит, но есть один нюанс. Дело в том, что когда просвечивается какой-то объект, то же самое тело человека просвечиваются все-все-все ткани, просвечиваются кости, просвечиваются внутренние органы, и мы это все видим, как бы все это накладывается друг на друга, как такой многослойный пирог, можно сказать. Сейчас мы немножечко помотаем, наверное. Вперед. Да, вот так вот это выглядит. То есть, когда у нас просвечивает оргеновское излучение, помимо костей, различные ткани тоже отбрасывают так называемые тени, которые могут, в принципе, мешать. И не очень понятно, где они располагаются. То есть, кто за кем, кто в каком порядке расположен. То есть, мы не понимаем в объеме, как это расположено. Но, да, то есть, мне нравится это сравнение. Это все равно, что 10 страниц распечатать на одной странице. Вот так вот выглядели первые, в общем-то, пациенты, под рентгеновскими лучами, которые делали рентгенограммы. Вот девочки явно не очень приятные, она беспокоится. Больше всего-то не болит. Также мы все прекрасно знаем, что рентгеновские лучи используются на границе, в аэропортах, чтобы узнавать, что там внутри у нас в объектах. Возможно, не все слышали еще про такой тип рентгеновских аппаратов. Огромный грузовик, у которого находится такая дуга. Здесь находится передатчик. Здесь источник рентгеновского излучения. Здесь, с другой стороны, приемник. И таким образом можно просвечивать целые фуры. И, в общем-то, картинка настолько получается великолепной, что можно даже разглядеть черенок от яблока. Вот снизу справа видно, какие-то нелегальные товарищи пытаются проехать. Все забито коробками. И есть отдельный отсек для людей. Вот на картинке с джипом видно, что алкоголь, скорее всего, провозят нелегально. Вот это все тоже помогает людям. Но мы возвращаемся еще к одному методу, к одному ученому Уолтеру Эдварду Дензи, который придумал вентрухолографию и пневмоэнцефалографию. Значит, пневмоэнцефалография заключалась в том, что, в общем-то, достаточно такой жутковатый немножко метод, потому что у человека находится так называемая спинномозговая жидкость в черепе. И, в общем-то, когда мы просвечиваем голову, она в определенной степени мешает контрастности. Хуже контрастность. Поэтому что делалось? Сверлилось в голове отверстие, разумеется, у живого пациента. Оттуда выливалась эта жидкость. И туда заканчивался воздух или гелий. Соответственно, контраст между средами мозга и воздуха больше, чем мозг и вода. И можно было лучше разглядеть этот самый мозг. Больше того, если приглядитесь на картинке посередине, такой непонятный аппарат был нужен для того, чтобы пациента переворачивать, для того, чтобы полностью всю жидкость удалить, чтобы лучше воздух закачать или гелий. В общем, эта процедура была весьма болезненна, но, опять же, помогала при рентгенографии. Следующий человек, о котором хочется сказать, это Готфри Ньюболд Хаунсфилд. Его можно вместе с Аланом Маклаудом и Кормаком назвать смело изобретателями томографа. В 1949 году Хаунсфилд попал в компанию Эми. Это звукозаписывающая компания, которая прославилась благодаря тому, что они заключили контракт с Битлами, с Битлз. Но помимо этого, они еще занимались и созданием компьютеров, и они прославились тем, что они создали первый томограф. Сам Хаунсфилд участвовал в создании тоже первого транзисторного персонального компьютера. То есть это уже не компьютер, который занимал огромную комнату с лампочками, мигающей, жужжащей. Он был уже более или менее портативный. Более портативный. Его можно было купить даже. Но после этого он решил взять небольшой отпуск и заняться своим проектом. А проект как раз заключался в том, чтобы сделать, грубо говоря, объемные рентгеновские снимки. Алан Маклауд Кормак занимался примерно тем же самым, очень похожим, но, к сожалению, у него не было возможности. У него не было компьютерных мощностей. Поэтому у него были математические расчеты, но он не мог это все проверить, потому что не было достаточно мощного компьютера. Ну и вот Готфрид Ньюфорд Хаунсфилд, он в итоге смог построить и сканер, и компьютер, который он мог рассчитать. И вместе с Алленом Маклаудом он получил за это Нобелевскую премию. Вот на картинке первая компьютерная томография пациента мозга. Разумеется, сначала и сам томограф занимал огромное количество места, и время съемки было от более 9 часов, но постепенно совершенствовалась техника, совершенствовалась компьютер, методики обработки, и теперь это выглядит уже совершенно по-другому. Как работает томограф? Есть различные типы томографов, но вот конкретно сейчас мы разбираем такой медицинский томограф, когда тело человека проезжает сквозь вращающуюся вот эту конструкцию, есть регеновская трубка, и детекторы, которые вращаются вокруг человека. Человек проезжает, как бы вокруг него это по спирали прокручивается. Ну вот, так вот выглядит, кстати, томограф медицинский сверху, и как вы видите, на картинке сверху справа как раз не человек лежит, а уже позвонки. Понятно, что положить туда можно практически все, что угодно, если это не очень много какого-то металла внутри, который будет мешать, он будет засвечивать картинку, ну, в костях, в том числе в костях динозавров, в камнях, да, Такое бывает, но вот, видимо, здесь нет, и они прекрасно просвечиваются. И на выходе ученые получают не совсем рентгеновский снимок, они получают синограмму. Посмотрите, вот сейчас, возможно, здесь можно нарисовать. Вот это. Так, сейчас. Вот это вот источник рентгеновского излучения, который испускает это самое рентгеновское излучение. Это человек. Вот я нарисую два глаза у него, чтобы было понятно. Вот он так вот стоит неподвижно. Сзади находится приемник. И при всем при этом вся эта конструкция движется вокруг. На выходе получается вот такая странная картинка. Она называется синограмма. То есть так как это все вращается, то это не очень похоже на ни на что. Для того, чтобы преобразовать это в срез единый, нужны как раз мощные компьютеры, которые это могут все пересчитать. Из синограммы уже в нормальную картинку. Вот это нормальная картинка справа. Да, тут ничего особо не видно, но по идее здесь должен находиться объект. В принципе, может быть, вот это и есть объект, грубо говоря, сложно сказать. Не я сканировал, я не знаю, что это за объект, поэтому вот слева это сырое изображение стомографа, а вот это уже преобразованное, с которым можно работать. И получается, что, ну, грубо говоря, что такое томограмма? Это огромное количество вот так вот нарезанных слоев. Мы можем перещелкивать и смотреть их все. Вот это вот у нас спина, различные срезы. Можно посмотреть в одной плоскости, в другой плоскости, в третьей, x, y и z. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, как это может помогать палеонтологам. Значит, это динозавр, который называется нигерзавр. Ученые сделали томограмму этого животного. Вот, в частности, можно посмотреть внутреннее строение зубов, понять, сколько, как они заменяли друг друга. Вот красный, розового цвета – это как раз зубы. Можно заглянуть внутрь черепа этого животного, посмотреть, какого размера был мозг, посмотреть на каналы внутреннего уха, которые сейчас будут показаны слева и справа, такие как улитки, вот это вот, красного цвета. За что они отвечают? Они отвечают, ну, грубо говоря, за ориентацию животного в пространстве. И изучив вот эти вот каналы полукружные, видите, их три, каждый из них отвечает за поворот головы в одной из плоскостей. В такой плоскости, в такой плоскости и в такой плоскости. И изучив, как эти каналы располагаются в черепе животного, можно понять вообще очень много активности этого животного, как оно головой своей вращало, как оно вообще ее держало. И вот изучив, например, череп и вот эти каналы у нигерзавра, стало понятно, что они голову держали не вот так вот. Понятно, что это не нигерзавр, это его цираптор. Но держали ее не прямо, а держали ее вот так вот. Не совсем характерно для динозавров, правда? Возможно, это как-то помогало этим животным питаться травой, возможно. Или еще для чего-то. Вот так вот у него выглядела голова. Огромное количество зубов. А вот это вот сканография, томография мамонтенка Любы. Значит, ее сделали в Японии. Сейчас вот я включу. Благодаря ей можно понять, как собственный мамонтенок Люба умерла. Дело в том, что внутри обнаружили застывшую грязь. Внутри хобота и внутри трахеи. Вот здесь вот сверху справа на картинке показано, написано, sediment and trunk. То есть животное, по всей видимости, провалилось, возможно, под лед, захлебнулось в грязи и умерло. Ну, разумеется, с мягкими тканями, это, как я уже говорил, это крайне редко, когда мы можем такое наблюдать. Обычно это не сохраняется. Еще один пример. Это палеоксинодон. Животное. Одно из древнейших млекопитающих. И посмотрите, вот это вот его челюсть. Темненькая нарисована. А вот эта монетка. То есть понимаете, что эта челюсть, она крохотная, она совсем маленькая. Ее изучать проблематично. Опять же, даже извлечь из породы вот эту челюсть очень сложно. Но мы можем сделать микротомографию и сделать 3D-модель, а потом ее вот таким вот образом даже распечатать и очень удобно ее уже в таком виде изучать. Другой вариант. Другой случай. Совсем недавно, в 2020 году, в начале 2020 года, был описан череп. Череп птицы. Посмотрите, какой он крохотный. Эта птица называется астериорнис. Мастрихтензис. Ее нашли на территории Бирги. И интересно, вот слева, как она выглядит. На заднем фоне как раз Мазазауарти, товарищей которых я изучаю. Но вот этот, к сожалению, умер. К счастью для палеонтолога. А вот так вот выглядит череп этого астериорниса Мастрихтского. Можно подробнейшим образом изучить анатомию этого черепа, изучить анатомию этого животного и сделать определенные выводы. Вот в том числе, изучив именно эту птицу, сделали вывод, что она является, возможно, таким предком одновременно для курообразных и для гусеобразных. Вот изучив как раз череп, и там были фрагменты конечности. Также мы можем заглянуть внутрь янтаря. Известно, что янтарь – это застывшая смола. Частенько застывая смола, при застывании смолу попадают различные животные. Обычно это насекомые чаще всего, но бывают и исключительные случаи, иногда внутрь попадают даже ящерицы. И опять же, компьютерная томография нам может дать микротомография. Детальнейшее изучение этой ящерицы, которое невозможно было бы получить без методов компьютерной томографии. Этим образцам 100 миллионов лет. Здесь, как вы видите, тоже сохранились частично какие-то мягкие ткани. Все это можно изучать. Образцы-то крохотные, вот такого размера. А вот можно их изучать и видеть все-все-все-все-все. Зубы строения, строения черепа, строения конечностей, каких-то внутренних органов, если они сохранились или положения. Удивительная детализация. Ну и вот еще одна необычная находка, которой 100 миллионов лет. Это самый крохотный динозавр, найденный совсем недавно. Он был найден тоже в янтаре. Называется он Oculodentavis. Значит, размер он был с калибрием. Вот это его череп. Это очень близкий к птицам динозавр. Вот так вот он выглядел. Ну и вот компьютерная томография опять же тоже могла в деталях изучить это животное. Иногда нужна сверхвысокая детализация. Тогда используются не обычные томографы, которые я показывал до этого, а синхротроны, ускорители частиц. Некоторые из них могут, сотни метров занимают, разгоняются электроны, сталкиваются и можно получать вот такие вот картинки. Как вы думаете, что это? Не вполне очевидно, но это капролиты. То есть это застывшие, окаменевшие экскременты. Вот в некоторых случаях можно даже понять, что животное ело. Кости каких других животных внутри находятся. Вот другие два примера изученных, два капролита. Слева вот рыба в сочленении с чешуйками была съедена, а справа были съедены какие-то жуки. Видите, надкрылья желтого цвета. И совсем они крохотные, то есть это вот пару миллиметров они занимают в размере. Ну вот так вот выглядят капролиты вживую. Справа вот капролиты акулы, слева капролит динозавра. Ну вдруг вы хотели знать, как они выглядят. Ну и еще одна удивительная находка – это масса спондил, динозавр. Кладка яиц возрастом около 200 миллионов лет назад, она была найдена еще около полувека назад в Южной Африке. и была сделана томография эмбрионов, то есть внутри яиц животных крохотных. И очень много тоже интересных деталей обнаружили. В частности, например, то, что у них были маленькие уже зубки. что окостенение у частей черепа у динозавров, оно ничем не отличается от современных, в том числе, видов рептилий. То есть таким же образом они окостеневают. То есть очень много тоже информации. Ну и вот сейчас я переведу по ссылке. Сейчас, секундочку, покажу тоже. Секундочку. Да, значит, это… Продолжение следует… Это череп стегоцероса динозавра с таким твердым очень лбом. И вот таким вот образом можно даже сделать анимацию того, из каких частей, из каких костей состоит его череп. Посмотреть, на мой взгляд, впечатляет. Так. Ну а теперь… Сейчас, секунду. В конце нашего стрима можно будет в ВКонтакте, в Фейсбуке задать какие-то вопросы. Я постараюсь на них ответить. А сейчас давайте посмотрим, как, собственно, палеонтологи работают с томографией. Что за программа? Сейчас я ее вам покажу. Программа называется АВИЗА. Так, что, видно ее? Да, должно быть видно. Итак, какой объект мы имеем? Это… Сейчас я покажу фотографию. Вот так вот выглядит тот объект, который мы сейчас будем рассматривать. Это коготь. Это коготь хищного динозавра. Он не очень большой, но где-то вот такого, наверное, размера. Значит. И давайте взглянем на него теперь в виде томографии. Томограмму. Сейчас переключусь на АВИЗА. АВИЗА – это программа, в которой можно эту томограмму обработать. И вот так вот будет выглядеть этот объект в виде томографии. Посмотрите, вокруг есть посередине такая светлое, нечто светлое. Это и есть наш коготь. А вокруг вот эта серая – это порода, которая не была извлечена. Наша задача – извлечь зуб из породы. Для начала можно включить так называемую изоцорфис. То есть посмотреть, как это выглядит в объеме. Вот так вот выглядит этот зуб. Не очень высокое разрешение при съемке было, но тем не менее, достаточно неплохо. Вот так вот выглядит. Вокруг порода, вот сам кобыть. Но при этом внутри мы увидим, что он пустой как бы. Видите, как мы внутрь заехали, он пустой. Для того, чтобы понять, что у нас там внутри, нужно посмотреть в другом виде на это все. Смотрите, пожалуйста. Это называется процесс сегментации. У нас можно на объект… Давайте сейчас даже включим. На сам объект можно смотреть в разных плоскостях. Значит, вот плоскость X, Z, вот плоскость X, Y. Вот у нас этот прекрасный зуб. Ну и вот последняя плоскость Y, Z. Вот мы можем наблюдать. Отлично. Но как же нам этот зуб, зуб, когуть вытащить? Есть разные методы. В общем-то, один из самых таких простых – это по контрастности. То есть мы можем взять волшебную палочку и задать ту плотность, которая нас интересует. Ну вот, скажем, как-то так. Мы не будем очень точно сейчас сделать. И посмотрите, что произошло. Вот мы выделили один слой. Видите? Вот он слева сверху на объемной картинке. Видно, вот он один выделен. При этом, если мы посмотрим на нижнюю правую картинку, то мы увидим не целую пластину, а маленькую такую полосочку. Потому что это в другой плоскости. В этой плоскости мы видим это сверху, а это как будто бы сбоку. Давайте сейчас перейдем к следующему кадру и прорисуем следующую. Смотрите, обратите сразу внимание на нижнее изображение снизу справа. Видите? Стало чуть больше красным. Перемещаем. То есть выделение постепенно захватывает весь хоготь. И понятно, что здесь очень простой вариант. Нам не нужно, во-первых, разделять на разные кости. Хотя иногда там может быть целый череп в сочленении. Нужно понимать, где какая граница. И эти границы не всегда хорошо видны. Иногда здесь порода вокруг контрастная, поэтому мы хорошо видим разницу. А иногда она практически неразличимая. Нужно менять контрасты, нужно играться и в разных плоскостях рисовать. Вот, посмотрите, что у нас сейчас получилось. Вот мы частично обрисовали коготь. В итоге, что у нас должно получиться? В итоге мы должны обрисовать все. И у нас получится... Сейчас я отключу шарю. Секундочку. Секундочку. Так. Вот что у нас в итоге должно получиться. Это коготь. Так. Сейчас. Вижу когти. Да. Я его переместил в другое место. Сейчас я покажу. Вот он. Видно картинку? Надеюсь, что видно. Вот так вот. Должен выглядеть. Ну, давайте сейчас на всякий случай я открою в другой программе, потому что я не уверен, видите, вы не видите. Сейчас. Вот. Вот такая вещь у нас должна появиться в итоге, в конечном итоге. То есть это 3D-модель. И в этой 3D-модели мы можем уже... Мы с ней уже можем работать. Во-первых, потому что у нас нет породы. Мы можем понимать детали строения этого когтя. И мы можем его прекрасно распечатать. Ну и давайте это сделаем. Значит. Секунду. Еще раз. Здравствуйте. Значит. Что мы будем делать? А, да. Прошу прощения, зря переключился. Сначала я покажу программу, в которой мы будем нарезать. Смотрите. Это принтер. Значит, нам нужно создать файл, который этот принтер сможет прочитать. Мы переходим в программу, которая называется слайсер. То есть в этой программе можно нарезать имеющуюся модель. Я это уже сделал. Значит, смотрите. Принтеры бывают разных типов. Различные типы. Возможно, многие из вас встречаются с так называемыми FDM-принтерами, которые печатают пластиком постойно. Ну, то есть бегает такая каретка по столику, стол двигается, выдавливается через экструдер пластик и послойно, слой за слоем, получается 3D-модель. Там, где есть какие-то нависающие элементы, строятся поддержки. Ну, то есть, например, если мы... Сейчас, секундочку, давайте я возьму. Ну, я возьму, например, череп, тираннозавр. Если вы приблизитесь к тербозаврам, то он состоит из разных частей, потому что, ну, принтеру очень, очень чаще всего сложно напечатать нависающие элементы. Проще его разрезать так, чтобы этих нависающих элементов было как можно меньше. Так вот. Там, где есть нависающие элементы, обычно выстраиваются поддержки, которые потом можно удалить. Отломать, отрезать, так или иначе. Но мы хотим напечатать более мелкий объект. Все-таки, когда мы печатаем очень маленькие объекты, принтеру, который печатают вот так вот пластиком, ему это сделать сложнее. Детализация будет не очень высокая. Но есть другие типы, другой тип принтеров, который называется SLA-принтеры. То есть, они печатают фотополимерной смолой. Смолой, которая застывает. Сейчас я покажу, как выглядит приложение. Так. Так. Я здесь уже подготовил наш зуб, который был уже обработан до этого. Вот он. Если FDM-принтеры печатают снизу вверх, то здесь картинка диаметрально противоположная. Сам сейчас я покажу. Давайте я переключу, опять переключу. сплошное переключение. Прошу прощения. Я сначала просто объясню принцип, а потом покажу, как это выглядит в программе. Вот принтер. Внутрь. Внутри мы видим движущийся элемент. Верх-вниз каретка. И мы сейчас я отмечу. Видим такой лоток. Прозрачный лоток. Как ни странно, здесь прозрачный пластик находится. Значит, в этот лоток заливается полимерная смола. Эта смола затвердевает под действием света. Вот здесь вот внизу находятся источники ультрафиолетового света, которые включаются в зависимости от того, что мы хотим напечатать. То есть послойно будут загораться разные огоньки. И здесь вот сверху верхним слоем будет вот здесь вот эта вот платформа опустится вниз и на ней будет налипать слой за слоем слойки вот этой вот фотополимерной смолы. То есть платформа опустится вниз, произойдет какая-то засветка одного слоя, потом эта платформа поднимется наверх, опустится снова, засветится следующий слоем и таким образом, как бы, вверх тормашками здесь начнет появляться модель, которую потом нужно будет тоже постобработать, нужно будет точно так же удалить поддержки, правда они выглядят немножко по-другому. Давайте я покажу, как это выглядит в приложении помимо еще когтя я решил выпечатать череп ящерицы. Ну и посмотрите, видите, на самом деле это все будет вверх ногами. Вот эти вот линии желтого и бордового цвета это поддержки, на которых, грубо говоря, эта модель будет висеть. Ну, я надеюсь, что я их правильно расставил, ничего в итоге не отвалится, потому что если их будет слишком мало, то модель просто под собственным весом шмякнется вниз и ничего не получится. Либо, если будет очень много этих самых поддержек, то их будет просто-напросто очень сложно отделить, а если вы приглядитесь, то внутреннее состояние, особенно вот у черепа ящерицы, очень деликатные, очень тонкие косточки, если там будет очень много поддержек, то неравен час их сломать. Что происходит дальше? Дальше это записывается на флешку и флешка устанавливается в принтер. Сейчас мы это сделаем. Устанавливается принтер. Так, установил. Я его уже откалибровал. Разумеется, любой принтер нужно калибровать перед печатью. Значит, что теперь мы будем делать? Нам нужна полимерная смола. На самом деле, конечно, нужно делать это в перчатках и лучше в маске, потому что полимерная смола небезопасная, но я сделаю это аккуратно. По крайней мере, я всегда делаю это в перчатках и респираторе, когда извлекаю уже модель. Сейчас мы просто аккуратненько нальем фотополимерную смолу внутрь принтера. Она у меня серенького цвета. залью на всякий случай побольше. Печать займет около 18 часов. Небыстрый процесс. На самом деле, еще он очень вонючий. Фотополимерные смолы очень сильно пахнут. В виде исключения я это делаю здесь. Обычно я стараюсь это вынести куда-то поближе к окошку. Идеально сделать вытяжной шкаф. Ну вот, в виде исключения сегодня вот так. Как я уже сказал, он уже отклимброван. Включаем запускается. Давайте, сейчас я камеру сниму, чтобы было видно будет. Опа. Значит. Ну и что мы делаем? Мы, в общем-то, нажимаем, так как мы уже отклимброван, нажимаем print. И нам надо найти нужный файл, который мы уже загрузили. Называется он я что-то его не вижу. Секунду. О, и так, это не он. странно. секундочку. Почему-то я не вижу нервинал файл. Мне казалось, что я его записал. Мне казалось, отлично записал. Может быть, это, да, вот он, наверное, сурцию. Сейчас. Сейчас я проверю. Прошу прощения. Извините за замерку. Сейчас я переключусь и проверю, почему он не записался. Хотя я проверял до эфира. Может быть, что-то случилось. Сейчас. Я сейчас покажу весь экран, чтобы не скучали. Сейчас мы проверим, просто, что у нас на флешке. На флешке должен быть этот файл. Так. и, значит, skulls. Вот, claw and skull. давайте я его переименую, что ли, пусть будет просто клоу. Странно, он должен его, конечно, видеть. Давайте еще раз. принтер. Нашел. Отлично. Все, переключаю на камеру, соответственно, сейчас будем закричивать взык, смотреть на процесс. Так, и уши. Так. Красно. Так. Чтобы сейчас вот этой вот вещи, это сушилка для ногтей. зачем она нужна, я сейчас расскажу. Извините, для того, чтобы сушить ногти. Вот этот файл. Не знаю, может, я его не заметил. Ну и запускаем печать. Запускается тут же вентилятор. Опускается платформа. снизу это просто надеянная линия, к которому будет приставать модель. Сейчас он погрузится внутрь. Оп. Пузырек. Ну и начинает печататься первый слой. Идет засветка конкретно сейчас снизу яркие ультрафиолетовые точки. здесь изображено такие точки сейчас горят. Что подсвечивается. Сейчас смола затвердевает на вот этой металлической подставке. Это первые слои застывают несколько дольше для того, чтобы эта модель не отвалились. Ну, сейчас вы увидите, что произойдет после того, как первый слой напечатается. Уже чувствую приятный аромат фотополимерной смолы в первый час. Открыть окошко после и закрыть в сфере двери. Ну, так как это в течение 18 часов, видимо, на эти ближайшие 18 часов комната будет нежилой. но все еще идет засветка. Ждем, ждем. У меня стоит засветка первого слоя 95 секунд, чтобы уж засветилось, так засветилось. ничего не происходит, видимо, еще больше станет засветка. как он будет делать, что будет происходить дальше. Эта платформа дальше поднимется наверх, поднимается и стекает из каких-то отверстий, то есть происходит стекание до смолы излишних мест, дальше она опускается и происходит засветка следующего слоя. Все, на самом деле, процесс весьма нехитрый. Здесь можно посмотреть результаты уже печати этого принтера. Как я уже сказал, если вы посмотрите на печать FDM принтера, который пластиком печатает, вы увидите слойки. Здесь я его немножко обрабатывал, поэтому слойки плохо видны, но в принципе под определенным углом их возглядеть можно. вот спойлер даже, здесь коготь немножко другой из того же местонахождения, это, кстати, в Якутии, это якутский коготь, хищного динозавра. Но вот здесь вот видно, даже если сейчас так поделать, слышно как слойки, слышно как скользит по слойкам. на фотополимерном же принтере слойков не видно вообще, детализация может быть очень высокая, то есть буквально миллиметровые детальки, зубики, все косточки даже меньше чем полмиллиметра можно распечатать в очень высокой детализации. Собственно, надеюсь, что это у нас и получится. Что же, зачем же мне сушилка для ногтей? Все просто. Дело в том, после того, как через 18 часов, когда платформа уже будет на вот этой высоте, снизу будет моделька с поддержкой. Эти самые поддержки нужно удалить и сам материал будет еще достаточно мягким. Поэтому его нужно засветить. специальной ультрафиабетовой лампой. Вот мы кладем туда наше распечатанное изделие и дальше вот 30 секунд можно поставить разное время, 99 секунд. Они засвечиваются. Перевернуть. После этого они становятся достаточно прочными. спечатаны. такие вот стилы можно распечатывать. Для каждой задачи у нас свой принтер. Вот это вот огромный принтер, достаточно крупный, огромный, огромный принтер, они больше этой комнаты. Но этот принтер, например, для того, чтобы отпечатать крупные детали с не очень высокой детализацией, как раз нужно печатать. Череп латераптора вот такой череп торбозавра. И вот на таком принтере большом можно даже не разделять его на детали, на несколько частей, можно сразу целиком его напечатать. Вот, кстати, в мозазаврах, которых я изучаю. Мольская векция. Для каждой задачи свой принтер. И свои техники, и свои сложности. И вот, например, этот большой принтер у меня уже стоит второй месяц, потому что сломалась деталь, которая едет из Китая, и вот, если вы занимаетесь 3D-печатью, то будьте готовы к тому, что придется постоянно что-то где-то покупать, что-то ломать, что-то чинить, что-то настраивать, менять все время параметры. Но это интересно. И можно напечатать целую коллекцию различных черепов, например, динозавров. Вообще, это, в принципе, мне тоже по работе очень сильно помогает. Ну вот, за всем все. Я надеюсь, что когда у меня напечатается коготь и череп мы выложим в группе музея первого средств деревности, и вы сможете видеть, спасибо большое за внимание, но надеюсь, что сейчас если есть какие-то вопросы, я посмотрю, кто что пишет. Если кто что-то пишет, не знаю, Надеюсь, что было слышно, потому что сейчас сейчас я зайду в группу, думаю, что завтра мы уже сможем надеюсь увидеть результаты какие-то какие-то. Так, меня слышно, видно, чей-то коготь. Ну да, как я забыл сказать, это на самом деле мы еще точно не знаем, чей-то коготь. Он был найден на местонахождении ТТ, миловое местонахождение полярных динозавров. Изначально предполагалось, что это коготь аллозавра, но, скорее всего, нет. то есть, аллозавр такой самый, наверное, известный хищный динозавр юрского периода, поэтому, возможно, не только поэтому, но сначала думали, что это аллозавр. Сейчас мы пока еще не знаем, как раз сейчас распечатаем, будет проще сравнить уже не на компьютере вертеть модельку, а именно в руках вертеть, сравнить с настоящими когтями. так что это пока еще незаконченная работа, не знаю. Почему какие-то кости бежевые, другие черные, на самом деле, я не знаю, что вы имеете в виду, имеется ли в виду кости какие-то черные, какие-то бежевые, или при распечатке. Понятно, что если мы печатаем на 3D-принтере, то модель будет того цвета, какой пластик мы выбрали. То же самое со смолой. Мы выбрали серую смолу, просто потому, что мы могли выбрать любого другого цвета. Да, туда добавляют разные цветовые добавки, просто для эстетического вида. Вот и все. Поэтому вот у меня просто серая смола и белый пластик. Вот мне так нравится, так и работаем. смола серая не всегда. Не всегда. гнев, гнев, мы не можем ли не знаю, не знаю. Окаменелости, да. Окаменелости разного цвета за счет, в принципе, как образуются окаменелости. Образуются они за счет того, что органические структуры заменяются минеральными структурами. В зависимости от того, какими минералами они замещаются, какие минералы присутствуют в воде в тот момент, потому что для сохранения обычно нужна вода. От этого и будет цвет. Цвет может быть любой. Может быть красным, может быть зеленым, может быть синимым. Любой цвет радуги, который вы представляете. Если есть минералы такого цвета, то, скорее всего, и кости чисто теоретически могут быть такого цвета. Кости обычно имеют рыжеватый оттенок, если есть минералы железа какие-то или зелеными тоже. Поэтому все зависит от включения различных минералов. Ну, я покажу тогда, раз уж давайте на то пошло. Пока вопросы, если кто-то пишет, давайте, я вам дам еще пять минут, для кого-то есть желание. Я покажу еще несколько моделей. Сейчас. Чтобы не отвалилось. Ну, вот это, в частности, Proto-Ceratops, напечатанным на большом махнутом принтере. Видно, что, в общем-то, я на него уже очень много времени не потратил, потому что очень сложно отделить поддержки. Печатался он каким образом? Вот таким образом. То есть, вот это не низ был, это вверх, и по-своему, вот так вот свой заслой он печатался наверх. Это на крупном принтере, еще раз, не на фотополимерном. Фотополимерные принтеры, они для очень маленьких объектов. Этот череп печатался снизу вверх, поэтому здесь для различных нависающих, как мосты, торчащих в стороны отростков разных, нужны были поддержки. Большое количество поддержек. Поэтому эти поддержки потом нужно удалять. Это очень долгий процесс. Для этого используются и специальные плоскогубцы, специальные круглогубцы, даже специальные скальпели. Я специально ездил в медицинский магазин, покупал. Ну и в итоге потом все равно можно обрабатывать специальными веществами, которые немножко разъедают пластик, делают слойки вот эти вот незаметными. Либо, ну, либо как-то можно зашкрылить. Но с ПЛА-пластиком это сложнее сделать. Вот попытка распечатать птицу. Птица печатается частями. Передняя конечность, туловище. Но есть еще задние конечности. Я не знаю, если я сейчас дотянусь. Не дотянусь. Но я дотянусь до черепа. Череп тоже, почему половина? Потому что проще опять же распечатать. Представьте себе, вот он печатается, да, печатается вот в таком виде. То есть вот он вот так вот лежит на столе и послойно печатается. Вот здесь нужны поддержки. Иначе не получится напечатать вот эти вот элементы. Если мы будем печатать все вместе, мы представим себе, что мы печатаем не две разные детали, а одну, то не повредив ребра, мы не сможем добраться до внутренних частей для того, чтобы удалить эти самые поддержки. Поэтому проще всегда печатать частями. Потом уже склеивать их различными, обрабатывать. То же самое с черепом. Только половину. Так, ну что, давайте я посмотрю. Да, в общем-то вопросов еще два появилось. Возможно, они из Фейсбука. Или откуда-то еще. Можно ли так печатать биологические ткани, как фирмы как-то элемент? Да, насколько я знаю. Можно, в принципе, сейчас печатают все, что угодно. Сейчас уже печатают и еду, печатают уже и дома, и печатают в том числе различные ткани биологические. Это очень сложный процесс. И он не только в самом начале работы с такими технологиями, но они уже есть. И наши российские тоже фирмы трудятся, и можно какие-то органы печатать. Это все возможно. Правда, это, конечно же, немножко не так все просто, как с обычной печатью пластика, как вы понимаете. Что нужно, чтобы стать палеонтологом? Хорошо учиться. Нужно знать английский язык, нужно знать обязательно биологию, физику, химию, ну, на самом деле, естественно, научные предметы, ну, наверное, биология для палеонтолога один из самых важных предметов. Ну, как в английский язык, из английского языка тоже никуда, потому что все научные статьи, которые публикуются, идут на английском языке. Также, в общем-то, смотрите, палеонтологи, они бывают, палеонтологи беспозвоночные, палеонтологи позвоночные, и вот для палеонтологов позвоночных обычно все-таки важнее биология. Для палеонтологов беспозвоночных, беспозвоночные там служат, скорее, как помощь в нахождении необходимых слоев, нужных слоев, для стратеграфических изысканий, то есть для того, чтобы нарисовать геологическую карту, для того, чтобы нарисовать геологический разрез. Нам могут помочь, например, руководящие ископаемые. Поэтому, как раз беспозвоночные животные обычно руководящие ископаемые. Поэтому здесь важно знать еще геологию. Ну, в принципе, геологию, то есть палеонтология – это наука на стыке геологии и палеонтологии. Так, ну что, есть ли еще вопросы? Вопросов больше я не вижу. За сим я думаю, что я прощаюсь. Надеюсь, что было интересно. Прошу прощения, несколько сумбурно. У меня это первый стрим, но надеюсь, следующий будет более бодренько. Надеюсь, что вы что-то новое, интересное подчеркнули из этого стрима. Не болейте. Всего доброго. До новых встреч.